Привет, привет, здрасьте ребята, я на автосвалке Заехал я сюда не просто, а за одним интересным материалом под названием Полиметил метакрилат или в простонародье органическое стекло Из него еще сделаны фары. Пойдемте искать Как этот материал только не называют и акриловое стекло и плексиглаз, акриплекс, акрил, метаплекс И многими другими названиями из этого материала много что делают Например очки из оргстекла или жесткие контактные линзы, стекла для теплиц Я даже видел на картинках плексиглазовую гитару в чистом виде этот материал прозрачен как стекло Но я решил собрать материал только красного цвета Уж больно он мне нравится Несколько секунд пробегусь по этому прекрасному месту для самодельщиков Чего здесь только нет! Например в этой дверке должен стоять двигатель с червячным редуктором Также я снял направляющие с печки для своего будущего самодельного конденционера А вот и рулевое колесо по любому там стоит Развлекательная подушка безопасности Я побоялся проверить этот взрывоопасный прибор Также есть километры халявных проводов Один раз препарился и на пару лет проводами обеспечен В общем-то я набрался на пакете Некоторые образцы вообще нереально располотить Лишь бы материал был одинаковый чтобы его смешать Бампера из чего они сделаны? Материал мягкий Неужели полипропилен? То есть он гнется спокойно Может быть тоже с него что-нибудь попробовать напечатать в следующий раз? Пишите если что Ну и напоследок я поколотил по этой замечательной машине Да припаркована она как раз на своем месте Но в облом не мыть каждый кусок по отдельности Я решил автоматизировать процесс И загрузить весь материал в импровизированную пластикомойку Благо куски большие И надеюсь что острые края не повредят резиновую прокладку Конечно же и для испарения влаги я нашел прекрасный бытовой прибор Так что на время духовой шкаф преобразуется в пластикосушилку Настало время применить китайскую кастрюльку С таким прочным материалом китайская кастрюлька еще не имела возможности познакомиться Да мне и самому интересно насколько ножи разобьют этот прочный полимер То что вы сейчас видите это не дым и не пар а мелкие частицы пластика И чтобы не надышаться я выполнял эту работу в респираторе Измельчился очень хорошо для экструдера Эх жаль что у меня нет башки прямого действия Чтобы можно было сразу печатать этим порошком Минуя преобразование в нить Экструдировать филамент пришлось с хорошим обдувом возле сопла Иначе филамент приобретал какие-то непонятные бугры Но с помощью обдува вся эта проблема решилась Да пожалел что не поставил автономочник Материала получилось очень много Сам по себе филамент прочный твердый Да и диаметр получился относительно стабильный Конечно же при сильных изгибах он ломается Попробуйте загнуть хотя бы на 90 градусов органическое стекло В некоторых местах в филаменте конечно просматриваются пузырьки Но думаю это особо не отразится на печать Печатать я буду сегодня много Аппарат все еще работает и вытягивает филамент Но я попробую уже что-нибудь напечатать Вот на этом вот малыше Я сделаю исключение и в этот раз напечатаю все-таки говнокораблики А также другие ненужные шняшки Благо этот пластик хорошо поддается переработке Так что ненужное напечатанное барахло я опять пущу в переработку Температура сопла 255 градусов Температура стола 100 градусов Полимер отлично подходит к печати Единственный небольшой косяк Это сцепление со столом Для этого я и сделал такую большую удерживающую юбку Очень красивый получился цвет То ли гранатовый, то ли рубиновый У самой детали получается глянцевая поверхность Тоже очень красивая Ну а теперь тест на прочность Высокотехнологичным измерительным прибором Заполнение образца на 70% Печать слоя 0,2 миллиметра Да в общем то и неплохо для данного материала Пэт конечно более ударопрочен Но это же как бы стекло Давайте попробуем наверное разные типы печати Как модель будет выглядеть Например спиральная печать Если я правильно выражаюсь Ей печатают различные вазы, плафоны и еще какие то вещи Получается очень интересно Например Не поверите Никогда не пользовался таким типом печати Потому что 90% напечатанных таким способом деталей Это просто мусор Ну нахрена вам напечатанная ваза Да обрежьте ту же самую пэт бутылку И поставьте туда цветы И экологии пользы Да и вам заморочек меньше Да конечно детали качества печати Но получается очень отличные Нужно рассмотреть такой тип печати Для каких либо сигнальных маркеров На дорогах Или габаритов Для автотранспортного средства А может быть напечатать люстру Для товарищей из полиции Кстати Вот бы закинуть полицейскую люстру В китайскую кастрюльку Конечно полимер тот же Но сколько можно было получить удовольствие От этого измельчения Неплохо да? Мне кажется даже заводской образец Немного меньше отражает светопоток Ну а сейчас самая любимая деталь Которую печатают все у кого есть 3d принтеры Кораблики Представляю как все сейчас возмутились за печать корабликов Уверен что каждый печатал этот хлам Я понимаю что корабль бенча для настройки принтера Для тестирования слоев, арок, крышек и других тонкостей Которые встречаются в 3d печати Но мне жалко производить из мусора мусор Из-за этого я пытаюсь печатать сразу что-то нужное для меня И производить настройку по ходу печати Не знаю видно ли вам что этих моделей разный цвет Испытуемую модель слева я печатал при температуре 255 градусов А модель справа отпечатана при температуре 235 градусов К сожалению камера этого не передает Но если приглядеться то на правом кораблике цвет намного интереснее Тестовая печать на печатью А кто-нибудь испытывал как эти кораблики ведут себя в теле? Да конечно плавсредство это к сожалению никакое Даже дети в ванной не смогут поиграть этими бенчами Короче шляпа это они кораблики Хоть и красивые получились на переработку Заполнение кораблей было на 60% Надо было сделать более полую деталь Оставлю этот зловещий треск последних минут жизни корабликов без звукового сопровождения Давно хотел напечатать вот такую штуку которую вы сейчас видите Ну сомневался и сейчас сомневаюсь в ее функциональности Ну да ладно пластика там много Для экономии времени я решил печатать на двух принтерах Да и сам объект оригинал сделан в двух цветовом дизайнерском исполнении Получилась прям как эта фабрика по изготовлению вещей из пластикового материала Ребятки я знаю что среди вас есть очень гениальные изобретатели Но у многих к сожалению нет технической базы Чтобы изготовить какой-нибудь механизм или интересный прибор Пишите мне лично на ватсап или в техническую болталку Где с ребятами можно обсудить ваше изобретение или предложение Ссылочки должны быть в описании Единственную деталь которую пришлось подобрать мне это металлическая пружина Все остальное включая болты было напечатано из пластика Механика конечно удачно спроектирована Но вот сама балка от основания до держателя какая-то жиденькая Да и вообще сам держатель непонятно под какой телефон или планшет Например 6 дюймовый телефон для него маленький Да конечно редкостная и ненужная фигня получилась Но сегодня же день печати всякой ненужной чепухи Ладно подарю кому-нибудь Тем более этот бесфункциональный предмет все таки выполняет свою функцию Немножко болтовни и я еще кое-что напечатаю Я хочу попросить у вас помощи в изготовлении пресс-формы А может у кого и готовая есть Конечно в скором будущем Иван мне поможет вытащить пресс-форму У него есть ЧПУ Но сейчас начался столь короткий мотосезон Ну пусть парень покатается Недавно я опять был на вертолетном кладбище Кто не видел подсказка должна быть сверху Так вот я там снял пневмооборудование Все эти хохоряшки я снял для того чтобы попробовать собрать термопресс полуавтомат Вот для этого мне и нужны пресс-формы Ну и конечно же если у кого-то есть очень нужные для меня знания в области пневмомеханики Обязательно пишите Меня часто спрашивают и пишут в личку какой нужно приобрести принтер Какой у него должен быть функционал По этому поводу я советую вам обратиться к Анатолию и посмотреть канал Прожектор 8 кВт Где он хвост и в гриву размотает принтер И скажет вам какой лучше покупать Также у него можно приобрести любой тип пластика Да еще и со скидкой 10% Ссылочка под видео Сперва я хотел ответить словами к рентельку С одного известного форума Где? Или он думает что он спойлит там активно Отвечу ему на понятном ему языке Ребята спасибо что вы неравнодушны Не перестаете помогать Катерине В ее самой же ею и созданной проблеме Здоровья вам Вашим родственникам и семьям Храни вас Господь Не болейте До встречи Ребята Огромное спасибо Благодаря вашим добрым херцам Мы погасили половину кредита Известно что добро возвращается в 10-кратном размере Я буду молиться за ваше финансовое благополучие И храни вас Господь